так он давайте начинать каста идет должно все видно чат идейный следует надеюсь этот раз мне слышно за прошлый раз было не слышно начал короче сегодня будем говорить про оптимизацию чуть-чуть вот нас перемешалось там все между семинарами и лекциями на самом деле у нас от семинара не задержкой то есть вот не сегодня а семь дней назад ровно вам про оптимизацию рассказывал же не на лекции вот мы про не все не поговорим про всякие методы посмотрим на это практике вот ноутбук думала найти в состоянии где-нибудь на нашем гитхабе так что начинаем дать что импортим сегодня сначала поговорим про начале вот мы возьмем идей на свою функцию напишем напишем для нее сами градиент и посмотрим на картинки немного буквально картинка как выглядит наша функция как будет выглядеть не градиентный спуск вот посмотрим на это буквально в коде затем посмотрим на всякие современные методы адаптивные там всякие дамы туда-сюда и посмотрим на то как они работают что они делают в торче как использовать вот и сравним тоже построим картиночку где у нас они все сразу сравнятся чтобы понимали что используется что не использовать и в конце чуть-чуть поговорим про вашу домашку вот смотрите то есть мы всегда на самом деле нас всегда есть лосс функция да но мы там с вами до 8 назад про это говорили это там обычная кросс энтропия ну или неважно какая функция ну и мы мол хотим ее применимизировать ну вот возьмем такой пример функции у нас функция будет от одного аргумента x у нас будет такая x куб плюс 2x вот мы ее закончили буквально просто на принимает на вход x получаю но вот и выдает типа x-куб минус 2 x 2 потом смотрим заходили и производную ну соответственно 3x квадрат минус 4x сложно и нарисовали вот она и теперь короче идея в том что мы напишем наш функцию для оптимизации мы будем типа передавать некоторые функции найти минимальный минимум найти минимум наш функции вот этой вот ну то есть нашем случае мы захотим там в одной части особо не смотрите на вот это мы по сути будем искать вот этот минимум микрофон что-то включился нанесу короче будем искать этот минимум локальный ну с помощью градиент функции да то есть мы будем там стартовать какой-то точки я нарисую чем мы будем мы будем сдавать там первую точку вот эту и вторую точку вот эту двойки где-то здесь вот и мы будем там смотреть градиент градиент у нас там перпендикулярен он будет нам куда-то там указывать мы будем двигаться там дальше двигаться дальше двигаться такими стрелочками ходить внутрь но увидим на картиночку вот но сначала надо закодить да вот здесь нам предлагают прям сумер закодить и смотрите у нас есть функция он принимает earning great то есть то с каким шагом мы будем делать ну то есть какого размера будет каждый шаг ну как градиент ну помните у нас шаг типа это старые веса минус шагом сторону антиградиента минус learning rate на градиент вот на у нас тут буквально нам это предлагали сделать вот у нас есть старая точка и новая . x как я их рисовал вот x 0 это вот горд двойка это здесь вот нам предлагают написать вот здесь такой цикл чтобы мы там пока у нас разница не больше чем apps пока мы сделали меньше чем 1000 шагов там чем макс трэш шагов делать один шаг ну такой шаг обновления нашего вес но в общем я не очень хочу на это время тратить сегодня поэтому ночью это важно может это будет на кого-нибудь проверочный как делается шаг прадиентного спуска но он был еще просто курса давить просто напишем пока у нас разница будет что там больше чем apps и пока у нас там будет какой-то шаг вот наноситый меньше чем max iterations мы будем говорить что там а здесь вот мы будем говорить что там x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 x 0 Вот мы смотрим разницу между нашими точками. Пока она больше, чем epsilon, пока мы сделали меньше максимального количества операций. Но эта строчка у нас для одного эксперимента, когда у нас будет learning rate уменьшаться, то есть мы сначала будем делать шаги большие, то меньше, 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 меньше. Ну вот он назад, вот здесь, в общем, по сути. За картон, да, с профи можно отправить, думаю. Сейчас, секундочку, я перестану шарики. О, супер, супер. Продолжу шарить. Продолжаем. Вот наша главная строчка, где мы делаем самую главную итерацию, вот этот наш шаг. Мы говорим, что у нас типа новая точка, старая точка минус какой-то наш learning rate на производную в старой точке. На самом деле вот в какой-то, я нарисую, в какой-то точке там находились, посмотрели, куда указывает ее производная, ну, небольшой шаг в эту сторону сделали, ну, куда-то ближе к минимуму. Давайте посмотрим это. Запустим и нарисуем. Ну, тут мы, в общем, сохраняем все значения, чтобы их рисовать, и печатаем еще сколько нам потребовалось шагов, чтобы вот по эпсуну выйти. Ну, то есть дойти, по сути, до оптимальной точки. Вот, сначала нам предлагается сделать вот разные learning rate, да, то есть, например, взять маленький learning rate. Это типа 1 е минус 3. Ну, вот, как видите, мы сделали аж 729 шагов, то есть мы, ну, видно, вот здесь мы очень-очень, вот здесь вот сделали очень-очень-очень маленькие шаги. Дальше сделаем learning rate побольше. Вот мы сделали learning rate побольше, стал получше, мы сделали всего 129 шагов. Вот, ну, здесь по картинке не очевидно, но на самом деле их, типа, точки там дальше друг от друга. Ну, мы нашли примерно такой же локальный минимум. Дальше сделаем еще больше шагов, ну, еще больше learning rate. Вот, и так мы вообще всего 8 шагов сделали. Это даже какой-то удачный вариант. Но если мы сделаем еще больше learning rate, то у нас возникнет проблема. Тут про это написано. Потому что мы получили это, переполнение. Вот. Ну, это такая небольшая вот есть логика, что вот, когда вы перебираете learning rate, там, неважно, обучение вашей сети для чего угодно, как бы часто большой learning rate круто, он может вам сделать вот оптимизацию за маленьких шагов, но если взять там слишком большой learning rate, он у вас может дать верфул. Вот. Ну, и тут вот предлагают вам хорошую стратегию. Это типа убывающий learning rate, да. Сначала взять большой шаг, потом его делать все меньше, меньше, меньше. Вот здесь предлагается каждый шаг делать learning rate на 30% меньше, ну, даже на 70, то есть 0.3 от предыдущего. Вот. И так мы за еще меньше, конечно, шагов, всего за 7 шагов сошлись. И мы сошлись достаточно точно. То есть, видите, мы сделали первый шаг большой, видно, а потом внутри там уже искали очень точный минимум. Вот такой вот это у нас пример с одномерной, ну, такой, в общем, одномерной думе как-то простой, не относящийся к нейронкам пример. Вот. Вот это запомните, это полезно. Для этого есть встроенные штуки в торче, можете это загуглить. Есть убывающие learning rate, есть возрастающие learning rate. Более того, есть learning rate типа цикличные, которые у вас сначала будут возрастать, потом убывать, потом возрастать, потом убывать. Потому что, как вы понимаете, да, давайте я нарисую. Понимаете, если у вас будет функция там, ну, даже в одномерном случае вот такая, не знаю, вот такая, то у вас все не так просто. Вы можете начать здесь, там, случайной инициализации, сделать ваши большие шаги, оказаться здесь, и потом вы будете все равно крейт уменьшать, и вы отсюда никогда не вылезете, не найдете вот настоящий локальный минимум где-нибудь здесь. Вот, поэтому вот такая новомодная тема, что надо, типа, вот здесь делать там шаги меньше-меньше-меньше, потом сделать какой-нибудь совсем большой, с попыткой выйти из локального минимума вот этого. Например, куда-нибудь сюда шагнуть, сидеть уже здесь, тысячи-тысячи-тысячи-тысячи сойтись. Но мы сейчас поговорим про вот уже адаптивные методы градиентного спуска. Адаптивные даже, ну, сейчас, в общем, поговорим про это. Про то, какие именно старте есть готовые штуки, что они сами делают. Вот, смотрите, первое это SGD, ну, это, я думаю, вы все прекрасно знаете. Это то же самое, что и мы сейчас написали, просто спуск по градиенту, но, типа, он еще стахастический, то есть он не по всему множеству данных считает градиента, а только по одному или нескольким сэмплам. Ну, опять же, здесь предлагается там K-сэмплов брать. И обычно это хорошо работает в глубинном лучении, потому что у нас большое количество объектов, и, в общем, это в каком-то смысле помогает, вот более стабильный процесс вызывает, как здесь написано. Ну, в общем, во-первых, ну, это очень сложно считать градиент сразу по всему множеству ваших объектов. Если вы учитесь там, у вас какой-нибудь классический ML, вы делаете, не знаю, у вас какие-нибудь таблицы, это еще не так страшно. Если вы там, у вас миллионы параметров, у вас глубинная сетка, и у вас большое количество картинок, и вы по всем картинкам сразу хотите какой-то градиент посчитать, это что-то сложное, странное. Вот предлагается, типа, обычно, что SGD сходится лучше. Такое считается правдой. Ну, вот здесь та же самая формула, что у нас выше, мы просто считаем градиент, но не по всем объектам, а по M, здесь вот по M объектам, и просто вот берем градиент, умножаем на learning rate, и все веса таким образом обновляем. Ну, и здесь вот приводится такая получительная картинка про momentum, что если мы без momentum будем учить SGD, сейчас поговорим подробно про тот, что такое momentum, но вот если по картинке, да, смотреть, то есть если, как я выше вам уже нарисовал, если делать просто градиентный спуск, он у нас, типа, никогда не выйдет из локального минимума, и мы в глобальный минимум можем не попасть, тот, который мы бы хотели найти. Вот, ну а теперь давайте посмотрим на то, что такое SGD с моментом, хотя мы тоже рассказывали, но вкратце. А здесь, видите, как написано, что мы стараемся продолжить движение в том же направлении, в котором двигались ранее. Вот, то есть если мы вот здесь на самом деле двигались там вправо, вот на этом спуске, мы хотим дальше продолжить еще вправо двигаться, в случае если здесь будет еще один большой спуск. Вот, ну и формулы, по-моему, это хорошо видно, то, что мы, типа, если мы раньше... Сейчас, наверное, у меня уместятся обе формулы. Ну, не особо. Ну, в общем, если мы раньше просто шагали по тому, что мы посчитали сейчас, то есть мы просто брали вот эту часть, использовали, мы шагали на там какой-то learning rate, на там градиент по какому-то количеству объектов M, то теперь мы к этому еще, типа, вот мы складываем наш градиент, ну, как градиент, да, из двух частей с каким-то коэффициентом, там, что это, лямбда или альфа. В общем, мы берем предыдущий накопленный вот этот момент, накопленный импульс и прибавляем к нему с небольшим коэффициентом то, что мы посчитали сейчас. Мы, короче, вот этими двумя коэффициентами задаем то, насколько, то, в каком у нас отношении мы используем импульс, который мы накопили, то есть направление, которое мы накопили, да, то есть если мы, вот здесь на картине хорошо видно, да, если мы используем мало импульса, то мы недостаточно сильно хотим двигаться вправо, и градиент, когда мы дошли вот до этой вот точки, градиент нам говорит двигаться, типа, влево, вниз, в общем, и мы возвращаемся обратно. Если же мы взяли побольше коэффициенты, мы накопили большой моментом, чтобы двигаться вправо и поднимемся на холмик, потом спустимся, вот. Ну, если мы перевалим общение с холмик, у нас получится, у нас показывает в одну и ту же сторону и градиент, и наш накопленный момент. Все это будет вправо-вниз, и мы вот здесь вот окажемся. Ну, вправо, вот. Но, опять же, здесь написано, да, что если мы возьмем слишком большое значение моментом, то мы можем улететь вообще, потратим много шагов, да, то есть, как здесь видно, мы вот здесь вот поднимемся, будем здесь топтаться, пока у нас слишком сильно не станет вот убывание, и мы из-за градиентной части не шагнем влево, и не окажемся влево, то есть мы, скорее всего, окажемся в минимуме, но, возможно, займет больше шагов, вообще-то будет оптимизироваться дольше, и ничего хорошего из этого не будет. Вот. Так что давайте дальше посмотрим. Ну вот, и есть всякие адаптивные варианты градиентного спуска, как здесь написано. Мы их еще разберем сразу, давайте попробуем. Будет Adagrad, RMSProb, Adam. Будет картинка, где по-простому написано, что кто из них делает. То есть, видите, во всех предыдущих вариантах у нас был фиксированный learning rate, то есть вот этот коэффициент. Вот. Но дальше у нас будут все алгоритмы, которые learning rate подстраивают, по сути. То есть, ну, в этом и есть адаптивность, то есть вот это Ada, Adaptive. В этом и есть смысл. Вот как здесь написано, что как бы у нас отдельные параметры, мы иногда хотим обновлять быстрее, а иногда медленнее. Ну, какие-то из параметров быстрее, какие-то медленнее, да? То есть, как здесь написано. Некоторые веса уже близки к локальному минимуму, потому что на самом деле у нас картинка здесь все хорошо, она у нас маломерно, ну, буквально у нее две оси, но на самом деле мы-то с вами, когда сетку учим, у нас там миллион параметров, у нас большое пространство большой размерности. И вот утверждается, что лучше работают такие методы, которые каждому, ну, каждому из весов подбирает в каком-то смысле свой learning rate. Смотрите, как это работает. Ну, например, какие-то у нас веса уже близки к локальному минимуму, а какие-то нет. Поэтому мы по каким-то координатам будем быстрее шагать, а каким-то медленнее. Вот. Ну, и на практике вот показывают, что это намного быстрее используется. Ну, вот, например, давайте про Degrad посмотрим по формулам. Здесь у нас такая логика, что вот мы считаем вот такую вещь, как диагональ из матрицы, вот такой, как по сути второго порядка. Ну, там, в общем, у нас произведение градиента вот этого. Ну, друг на друга. Там получается матрица, мы из нее берем диагональ. Вот. Ну, и затем вот мы на вот это вот делим. В общем, я расскажу это лучше, чем Женя рассказал на лекции. Если вам очень будет интересно, вы можете пересмотреть. Ну, в общем, логика такая, что мы, как я сказал, по этого теоретические обоснования таковы, что мы как бы, вот это вот у нас будет вектор, и все у нас это будет вектором виде, и по сути у нас будет как бы немного разный learning rate. У нас будет базовый learning rate, тот же самый, ну, какой-то, который у нас был раньше, там, скажем, не знаю, там, 1, E, минус, там, второй. И мы будем вот делить его на некоторые векторы. У нас будет, по сути, под каждую из наших весов, ну, типа координат, правильно говорить, несколько свой learning rate, где-то он будет больше, где-то он будет меньше. Это будет подсчитываться каждый шаг. Поэтому, ну, это, кажется, хорошая идея. Это несколько дольше, конечно, считать вот такую штуку. Но мы сейчас на это посмотрим на практике, выясним, что это хорошо работает, не так плохо. Вот, но здесь вот дальше утверждается, что здесь есть небольшой минус, потому что у нас вот этот, вот это S, это всегда положительно и постоянно растет. То есть, на самом деле, со временем у нас будет learning rate убывать, 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 и получается, что у нас вот когда-нибудь в этом знаменателе получится слишком большое число. Соответственно, сам learning rate, вот эта дробь станет очень маленькая. И, по сути, через там очень большой кризис шагов мы практически не будем делать обновлений. Ну, и для этого предлагается использовать вот learning rate, который еще, по сути, использует экспоненциальное сглаживание. Ну, как можно заметить, что здесь мы как будто делаем в каком-то смысле трюк из моментума, вот в этой строчке. Но для S, то есть, да, если мы раньше моментуме, мы идем. Ну, да, вот мы когда наращивали моментум, мы делали похожую вещь, мы типа наращивали, вот как бы, мы смотрели, как мы раньше шагали и добавляли каким-то коэффициентом. Но здесь мы делаем то же самое, но для обновления не самого градиента, а вот для обновления вот этой переменной, ну, вектор, который он позволяет скилить на шлёрный край. Ну, и последнее, это типа про Адам. Адам все используют. Адам супер. Мы это увидим сегодня на практике. Здесь предлагается и первого, и второго порядка добавить моменты. Ну, в общем, можете посмотреть формуле. Давайте лучше на схемку посмотрим. Вот. Вот здесь мы вам хорошо видим, что у нас был изначально Sgd. Когда мы добавили инерцию, момент у нас получился Sgd с моментумом. Когда мы добавили, пошли вниз, мы добавили вот это масштабирование, то есть, как под каждый параметр, по сути, под каждую скорость над, подбираем свой learning rate. Ну, и RMS Probe там не суть. И, в общем, получается самое крутое, да, что вот у нас Адам, Ада, Дельта – самые навороченные методы, потому что у них есть и масштабирование, и инерция. Вот. Поэтому зачастую они работают лучше, но с ними надо быть тоже аккуратными и пробовать на практике. То есть обычно там, например, говорят, что когда картинки, там, когда вы чаще с картинками, типа зачастую, если очень-очень хорошо подобрать аргументы для Sgd с моментумом, то можно, типа, спокойно достигать качества даже лучше, чем Адам. Вот. Ну и, собственно, все. Дальше вот теоретическая часть. Дальше, как вы видите, написано PyTorch Optimizer. Мы поговорим про то, как это работает в Torche, как в Torche работает вообще Optimizer, как написать свой Optimizer, какие есть Optimizer в Torche, и напишем свой... свой Адаград, по-моему. Ну, там просто разберем код, на самом деле. Там вам тоже, по-моему, предлагалось написать, но я считаю, это какая-то убийственная вещь. Посмотрим на него. Вот. Следующая часть семинаров, в общем, по-моему, уже поинтереснее. И что-то там в конце... А, ну все, в конце, в общем, мы это импортнем все популярные вот эти методы, которые мы сейчас разобрали теоретически. Посмотрим на практике, как они работают. Смотрите, вот методы, которые уже есть в Torche. Их много. Вот есть Sgd, есть Адам. И всякие, много вариаций. Адаград, Адам, Адамв, Адамакс. Про них всех можно почитать. Там, если интересно, вы гуглите Адамакс Torch Guide. Про их, по крайней мере, в документации обычно оставляют ссылку на статью. Вы можете залезть в статью, прочитать, что там придумали. Вот RMS Probe. BFGS, какой-то, по-моему, оптимизация второго порядка. Смотрите, у оптимайзера, как мы с вами на прошлых занятиях говорили, когда мы писали свои сетки, обучали, мы использовали несколько основных, вот эти две основные функции, степ и зероград. То есть степ, это мы обновляли BSA модели. Мы как делали? Мы делали, у нас был какой-то оптимайзер, ну, там условный оптимайзер. Мы в него передавали модели наши параметры. Ну, так это все в доходе пишу. Вот, мы в него передавали наши параметры, потом мы вызывали оптимайзер степ. Он у нас брал вот эти все параметры и делал шаг. Ну, соответственно, какой наш оптимайзер, такой и шаг. Дальше мы делали зероград, то есть мы говорили оптимайзер зероград. В этот момент у нас он проходился по всем параметрам, опять же, и удалял их градиенты. То есть он говорил, что параметр точек град равен нулю for all model параметров. Вот, это две основные функции оптимайзера. То, зачем мы его используем. Еще там есть некоторый state dict. А, ну да, слушайте, я зря написал. Здесь даже написано для каждого параметра в параметрах none. Ну, даже не ноль, а none. Супер. И еще одно state dict – это получить состояние оптимайзер. То есть, ну, это всякие внутренности оптимайзера. Если мы, ну, по-моему, там меняется earning rate. Если, да, вот здесь мы еще, кстати, задавали learning rate, по-моему, вот так. Давайте 3, минус 4. Вот. По-попам. Ну, да, то есть стоит dict. Но, по сути, просто вся информация у нас хранится. Здесь написано, да, что у нас будут храниться там квадраты, градиенты, которые он накапливает. Давайте пробуем сделать свой оптимайзер. Вот. Нам предлагается посмотреть доку. Вот у нас справка. Про SGD. Написано, что у него есть какие аргументы. У него есть параметры, learning rate, параметры, ну, это вот нам передавали модель параметра learning rate, weight decay, то есть, типа, ну, здесь даже написано, это L2 регуляризация из классической ML. Ну, и нестров, это, в общем, нестров момент, еще одна, это вариация SGD. И есть вот пример. Мы создаем оптимайзер, передаем ему параметры, по которым надо бегать, установленный rate, устанавливаем размер моментума. Кисто моментум, видите, это вот то, это вот, то есть, множитель перед первым слагаемым. То есть мы будем брать 0,9 предыдущего направления и 0,1 нашего. Потом у нас есть обнуление, подсчет лосса, вызов бэкворда, то есть накопление градиентов и шаг, то есть обновление всех в соответствии с правилом момента. Дальше, что нам предлагают? Создать модель из линейного слоя 1 на 1. Вот. Дальше мы смотрим на то, что у нас вот есть два параметра здесь. Вот первый, вот второй. Дальше мы выводим вот эту штуку, то есть она просто выводится, ну, то есть здесь, по сути, print написано. Выводим оптимайзер от наших параметров с learning rate. Вот в нем сохранился learning rate. У него указано, что моментум 0 и так далее. Вот еще нам предлагают таким образом это сделать. Написать, что у нас модель – это два слоя, линейный 1 на 1 и линейный 2 на 2. И в SGD можно тоже передать наши параметры по группам. Например, здесь вот написано, что это полезно для transfer learning. То есть если здесь у нас одна группа параметров, группа 0. Если мы, например, у нас какая-то большая сетка, мы там хотим, например, с разным learning rate оптимизировать, я не знаю, например, слои conf, то есть слои сверточные и слои полонсвязанные. Мы можем их задать таким образом, передать в наш оптимайзер нескольких групп параметров. Например, вот таким образом. для первого слоя, для второго слоя. Ну, для первого слоя, видите, у нас выдался learning rate 0.3, потому что мы здесь явно указали. А по заптаме мы указали общий learning rate. Для тех, у кого он не стоит, он 0.5. Если у нас здесь был еще какой-нибудь слой, там, layer 3, то для него было бы, у нас learning rate был бы 0.5. Ну, думаю, понятно. Вот. И это правда полезно, то есть зачастую там дальше в курсе, особенно Олег вам расскажет про transfer learning, про то, как там у вас часть сети будет уже предобучена, часть сети вы будете обучать самостоятельно, и у вас там будет типа learning rate для части сети, которая уже приобучена, предобучена у вас будет 0 learning rate, вы обучать не будете, вы будете обучать только часть сети голову, то есть последний там полносвязанный слой, как уговорит. Вот. Ну и давайте перейдем к части, где мы делаем свой оптимайзер. Здесь нам говорят, что нам достаточно имплементировать только степ. Вот здесь, кстати, вам приводят авторы ноутбука. Еще один вариант зафиксирования всего в торче. Здесь вам даже больше, чем вариант, который я вам предлагал, еще есть вот такая штука. То есть, когда вы импортите OS, есть вот такой вариант тоже, ну, добавьте его, хуже не будет. Зафиксируйте побольше вообще. Здесь и CUDA, и backend, и DNN. В общем, очень-очень сильный. Давайте посмотрим дальше. Майк регрессион. Здесь, смотрите, что происходит. Вот такая хитрая команда. Давайте прочитаем. Майк регрессион возвращает две переменные. Данные и таргет. Мы вызываем некоторую функцию майк регрессион. Она нам возвращает данные и таргет. Для каждого из них мы вызываем Torch from NumPy. Ну, здесь просто мап написано. В общем, по сути, мы создаем регрессию на 200 сэмплов с двумя фичами и переводим их в NumPy, наоборот, в Torch. Они у нас есть в X и Y. И сейчас сделаем переменную функцию getModel, чтобы с одной и той же инициализацией весов получать модель. То есть, ну, вот это вообще не особо задавая практика, но здесь, чтобы у нас ничего не стало, чтобы мы увидели более стабильные результаты в нашем эксперименте, чтобы мы одинаково именно сеть инициализировались. Видите, мы как делаем. Мы создаем наш слой. Там каждый это... Каждый... Создаем нашу сеть. Прямо перед этим фиксируем все. Таким образом, чтобы у нас создавалось... Чтобы у нас создавались одни и те же эти... Позволит нам как-нибудь вывести параметры? Не, не позволит, наверное. Ну вот. Ну вот. Здесь видно, да, что у нас... Вот мы создали линейный слой 2 на 10, 10 на 1. Вот наш слой 2 на 10. Ну да. Ну, в общем, я к чему это вывел. Потому что у нас одинаковые каждый раз. И здесь минус 0,57, минус 0. И если мы еще раз создаем нашу сетку, такие же параметры. Случайные, но одинаковые каждый раз, когда мы это создаем. Ну, не суть. Полетели. Значит, смотрим дальше. Да, вот, видимо, то, что я выше... Сейчас у нас делают более грамотно. Нам здесь утверждают, что оптимайзеры работают с группами параметров. Ну, мы там больше делали, помните, когда мы делали отдельно для каждой группы параметров эти, как зовут, свой learning rate. Поэтому нам здесь предлагают сделать еще один for loop. То есть для нас делают вот здесь заготовку класса. То есть мы берем торчовский оптимайзер, наследуемся от него нашим in-class оптимайзером. И говорим, что в нем обязательно должна быть функция step и функция group step. Естественно, функция step у нас берет без градиентов, проходит по каждой группе, для каждой группы из параметров делает group step. И group step нам предлагается реализовать, ну, в зависимости от нашего градиента апдейта, метода градиентного спуска. Если у нас там SGD один метод, а до град, так далее, другой. И, ну, вот здесь вам предлагалось это написать, но это какая-то, не знаю, на мой взгляд, такая вещь сложная. Может, это, не знаю, похоже на какой-нибудь из ваших предыдущих домашек. Но я вот здесь, короче, не по... Считаю, что я со временем тратить не стоит. Я это вставил. Давайте просто разберем, что здесь происходит. Вот мы берем это град, наследуемся уже от нашего in-class optimizer, нашего кастомного. Запускаем a need. Окей, это, в общем, ничего интересного у нас не написано. Сохраняем learning rate, сохраняем apps. Дальше. Что происходит? Мы переписываем вот этот group step, который вот здесь вот у нас не имплементирован. Мы его имплементируем, соответственно, как метод это град. Давайте это заглянем, быстро вспомним, что делает этот град. Вот. Мы считаем, собственно, mini-batch gradient, ну, как-то, gradient по M-объектам. Мы берем вот такую диагональную матрицу, уже на G-транспонированную, ну, диагональ из этой матрицы. Но если вы, ну, как бы, do the math, если вы сделаете, посчитаете, вопрос диагональ, не обязательно все матрицу считать, да, у нас на диагонали вот просто будут лежать квадраты, то есть у нас там на элемент там G-G, он у нас будет элемент G в квадрате. Я думаю, понятно, сейчас вернемся, я начатаю. И что получается? и мы таким образом накапливаем наш тип буфер, затем мы делим нашу сначала learning rate на корень из буфер плюс epsilon, чтобы в ноль не улететь. Полимент умножаем это на наш градиент, ну, и делаем такой шаг. Чем посмотрим, как это сделано в коде. Вот как это сделано. То есть мы идем по всем параметрам, где у нас надо делать нам, где у нас где мы должны подсчитывать градиент, ну, то есть здесь мы проверяем фильтром, что у нас параметр, для которого мы сейчас будем считать градиент и делать градиент спуск, что у него есть какой-то градиент, что у него, что нам вообще надо для него градиент считать. И смотри, что происходит. Мы сначала инициализируем буфер. Вот у нас вызывается инициализация буфера. Здесь мы берем и исполняем нулями, просто берем тоже жирослайк парам, заполняем, берем вектор размера парам нулей. Он у нас кладется в парам стейт это град буфер. Давайте я подпишу. Это вектор нулей размера лен парам. Вот. Дальше мы типа, ну или, соответственно, если он уже инициализирован, он не инициализируется. Там на это и встал. Дальше мы берем градиент, ну, запоминаем, и затем мы ну, достаем наш буфер. вот он. Вот мы его взяли, вернули, парам стейт деград буфер. Получили буфер. Вот что мы делаем. Вот это д парам квадрат, это то, про что я говорил, выше, на самом деле это g в квадрате нашей формуле. Почему? Потому что если мы посмотрим на g транспонированное, у нас получится матрица где на диагонали на месте g элемент g gt квадрат. Вот поэтому на самом деле мы можем взять и вместо того, чтобы считать вот так, вместо того, чтобы считать диагональ от g транспонированное, что нам как бы говорит теория, что вот эта диагональ в такой матрице каким-то образом нам лучше описывает, какой шаг нам правильнее делать, мы можем просто считать на практике градиент квадрат. Мы добавляем буфер, то есть буфер это по сути эска в нашей формуле. Мы добавляем в эску квадрат градиента и соответственно считаем то, что мы будем делить. Мы берем корень из буфера плюс эпсилон, делим на это наш градиент и с шагом минус learning rate добавляем. Ну, здесь вот так написано, но мы могли конечно написать не так, вот мы могли написать там парам минус равно learning rate умножить на d парам. Надо взять просто из параметров ну или даже парам равно парам минус learning rate d парам. Все понятно, ну а d парам мы уже посчитали, в нашем случае здесь градиент он, видите, он уже разделен на корень из s плюс эпсилон. давайте это вставим в общем, здесь ничего ничуть не более сложно, чем написание тех формул, которые у нас предыдущие чеки не запустил. Посмотрим пробежим проверочку, здесь нам предлагают проверочку, мы все проверили, у нас все нормально, давайте попробуем что-нибудь запустить. то есть вот мы берем нашу модель, запускаем наш метод оптимизации, говорим ему, что у нас передаем ему модел параметры, берем learning rate, указываем и запускаем эту функцию, то есть здесь, видите, у нас берется mse, мы делаем нам итер шагов, считаем loss, считаем backward, делаем step, обнуляем веса и выводим соответственно loss. как видите, у нас шаги очень маленькие, ну то есть мы там loss 8000 это какая-то жесть, даже, ну то есть обычно говорят, что вот loss не очень правильно смотреть, потому что у нас может быть какой-нибудь loss кастомный, сложный, как здесь, да, mse, вообще непонятно, но не суть, мы типа понимаем, что 8000 это какая-то дичь, мы соответственно берем learning rate повыше, побольше, что-то здесь два раза одноэтажный чек, ну да, мы здесь задаемся вопросом, почему же у нас такой маленький большой loss, и нам здесь предлагают посмотреть на optim state, вот, и увидеть, что у нас колораты градиентов очень большие, вот, давайте пробовать найти, параметры, сумма, параметр, 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 ну вот, вот они, видите, вот, вот здесь, вот здесь у нас есть значения, ну вот эти квадраты как раз G на G, которые мы считали, диагональ, а у нас очень большие значения, типа E плюс 7, то есть это уже за там, за 100 тысяч, за миллион, и по сути мы делаем очень маленький learning rate, да, сейчас я это закоменчу, там сколько у нас, 1 E плюс 7, вот, то есть на самом деле, вот мы, что с вами сделали, мы сделали, потому что у нас такой метод, вот тогда град, мы на самом деле берем, берем learning rate, сколько там, 0, 001, и еще мы его, типа, делим на корень из 1 E плюс 7, ну там, корень из 1 E плюс 7, там, в общем, на очень много, у нас получается очень маленький learning rate, это фигово, поэтому, ну, в общем, понятное дело, что если мы будем делать шаги с learning rate, там вот такого порядка, очень-очень-очень маленький, будет плохо, вот возьмем learning rate, увеличим аж в 3, за сколько, в 100 тысяч раз, смотрим, что произойдет, вот видите, у нас сразу лосс стал с 8900, с 940, единица, 0, ну и, соответственно, в 0, ну, вообще, в минус 8 степень он ушел, то есть мы задачу решили отлично, ну и нафиг мы это все делали, логика простая, что вот, видите, здесь написано, какая мораль, даже если вы делаете, вашу модель оптимизировать каким-то адаптивным методом, как Адеград, то есть вы, вам может показаться, что вау, какой уртой метод, он подбирает, по сути, learning rate под каждый параметр, поставлю я какой-нибудь общий, вот этот главный learning rate каким-то, каким мы ставили в семинаре, и все заработает у меня в домашке хорошо, но вот мораль в том, что нет, не заработает, надо помнить о том, что подбирать основную learning rate тоже важно, и во всех формулах, да, то есть даже если мы вернемся повыше, и посмотрим на, где она там, на какой-нибудь адам, у нас все равно будет в формуле, вот последней, да, то, как мы делаем сам шаг, там все равно фигурирует тот главный learning rate, все равно будет играть важное значение, не стоит об этом забывать, вот, какая мораль. Вот, ну и теперь третья часть семинара, где мы скачаем данные, пораним на них все три, сколько там, все штук пять разных методов оптимизации, и посмотрим, что из этого лучше работает на рисуем картиночке. Здесь нам предлагает fashion-minist, давайте я загуглим, и на него посмотрим, по-моему здесь он не рисуется. Вот, fashion-minist вот такая, такие картиночки, как, ну, думаю, название понятно, это как манист, где у нас цифры, только у нас там 10 различных вещей и одежды, ну, как это называется, вещей, видите, pullover, штаны и трousers, back, в общем, во, вот это даже хорошая картинка. У нас есть разные платья, футболки, сумки и так далее. Ну, и они черно-белые картинки, что, по-моему, они типа 1D, вот, сейчас мы с ними поработаем. Что здесь, давайте быстренько посмотрю. Мы берем TorchVision, где у нас есть всякие датасеты внутри, чтобы нам с ними не запариваться, хотя в домашнем вам придется запариваться. Качаем готовый датасет, делаем даталоадер тренировочный и ну, для вала. Здесь нам предлагают поставить два намборкера, что круто, респект. BatchSide отсутствует достаточно большой, потому что у нас там картинки 1D, наверное. Вот. И ну да, все. Смотрим дальше. Вот у нас здесь идет словарь с переименованием типа ну, соответствием цифры и названия вещи. Ну, в общем, я думаю, что для этого датасета стандартная штука. Если у вас что-то похоже будет, можете загуглить. Дальше у нас есть класс, который нам считает accuracy. Ну, в общем, не суть, пусть считает. Когда вы будете делать что-то похожее, ну, не знаю. Ну, я бы хотел сказать, что это не особо понадобится. Пихайте все в NDB, чтобы оно за вас считало, но вообще может понадобиться самой accuracy считать. Ну, вот, здесь это хороший, вообще класс выглядит прилично. Можете отсюда скопипастить. да, то есть у вас в общем, вот, вот, мы считаем, сколько у нас совпало предсказаний и лейблов, считаем сумму, переводим ее в 32-битный флот, делим на количество картин всего и возвращаем значений. Вот, дальше здесь кусочек, где вам предлагали написать модель, потому что писать модель это самое интересное в Deep Learning, потому что большая часть времени после того, как вы напишите модель, вы будете ее дебагать и подбирать гиперпараметры, что такое тоже интересно, но типа так, типа менее интересно. И еще менее интересно то, то, чем люди реально занимаются на работе, занимаются Deep Learning, это всякие работы с данными, всякие чистки данных, данные, 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 данные. Вот, но здесь вот мы вам сейчас предлагаем написать, я, наверное, не знаю, наверное, время у нас есть минут 9 на это дам, кто хочет, пусть сам напишет, но в общем минут 5-7-8 можете написать, потом посмотрим, я скрипачу код из ответа и запустим, посмотрим на картинке, дальше здесь много кода, мы его сейчас быстренько разберем, он такой же, как всегда, только не очень красивый, и затем мы будем смотреть на разные методы оптимизации, с GD, с Momentum, RMS Pro, подам, и посмотрим на графике, в чем кто из них преимущественный, как получается оптимизировать наш, решать нашу задачку на Мнисте. Вот, но кода много, в общем, давайте 5 минут, только я сейчас молчу, и если кто-то хочет, пусть напишет вот здесь то, что здесь предлагается написать. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 проверим вот бачнорм первым у нас тут у нас типа один канал здесь нам предлагает типа этим сгруппировать все-таки таким образом сделать несколько секунду типа conf relu max pool и опять он был у макс пул это тоже вообще норм тем можно здесь назвать это как-нибудь типа conf relu max pool или например на можно назвать так он активы и жен пуллинг нормально люблю к так вот вас на вход один канал выход 32 размеры до 3 на вход 32 на 4 размеры до 3 пуллинги здесь не стали делать не знаю почему пусть но не пулинги апартинги на вход вот них получился 4 на 5 на 5 на 128 2 линейных слоя большой 128 284 и выходной линейный слой в 4 на 10 но еще добавили dropouts 0 4 40 процентов выкидывается и forward соответственно выполняется бачнорм выполняется control max pool control max pool view вот эта штука это типа флэтон так обычно пишется пишите лучше так на прошлых нарах не говорила много так грамотно view это вот метод кроме передаете типа 1 размеры каждой типоразмерности не знаю как без тавтологии сказать но скажем у вас какой-нибудь напомню у вас был какой-нибудь вектор тензор какой-то мне знаю 5 на 5 на 10 каналов еще баттайс да вы его делаете view баттайс на минус 1 у вас это получается типа баттайс минус 1 он вам все остальные в эту размер скидывает у вас получается 5 на 5 на 10 чтобы не считать таким образом вот здесь то же самое делается x из 0 это по сути размер бача и минус 11 остальные вот затем делается релу на линейный слой вот здесь не знаю хитро не красиво да то что вас здесь ветерил сделано как класс а здесь применяется лука функция ну то есть как-то не очень ты можешь читать только в эту часть увидеть что здесь есть релу подумать почему нет здесь релу или читать вот эту часть увидеть здесь есть релу и подумать неужели тут нет релу вообще это не очень красиво пишите кон в один и человек может подумать что здесь просто он слой внутри а у вас там на самом деле лежит икон и что там релу и макс пул вот ну в общем не суть хотите по-нормальному так вот делать дропаут между линейными слоями классическая тема в домашке много стоит дропаутов я понимаю написать брать концовку и и все давайте дальше попробуем быстренько реактивно прочитать весь код потому что его там дальше много это у нас был энкодер так называемый секунд энкодер дальше посмотрим просто simple нет здесь у нас есть forward деколды метрики метрики это на шайка все понятно посмотрим forward нам приходит имиджи таргеты и мы хотим делать вот тут и мы берем наш энкодер прогоняем его мы также считаем наши вероятности затем мы делаем предсказания по поводу оргмакса то есть на выходе у нас вот здесь вот ведь у нас нету софт макса поэтому нас на выход числа как помните здесь нам предлагается это все сохранить то есть мы на выход вернули вот выходной слой от x просто выходы какие-то числа потом мы прогнали через softmax это у нас уже получились вероятности потом мы из этого от вероятности ну или неважно с вами ли от чего мы взяли argmax то есть мы нашли номер то есть у нас получился там грубо говоря для каждого элемента как его зовут вектор размером 10 для у нас от 0 до 9 и все наши классы мы берем argmax нам возвращает число от 0 до 9 то есть номер класса по сути мы просто правильную наше предсказание предсказанный номер класса берем вот и дальше предлагается посчитать красота пилос защитает слов софт макс но здесь считается не кросс энтропилос видите да засчитается началок софт макс потом нл лос но как автор хочет тоже валидный вариант и записывать сектор оси он точнее ну да мы сохраняем кроссе в общем в наш класс у нас отдельный класс ты подсчета метрики мы в него записываем наше предсказание переводим на cpu да то есть вот это тоже помните может что-нибудь у вас сломаться если у вас на вход вот это все считает вы считаете с гпу когда вы чем хотите сохранить перекинуть на ван диби пишите . у вас перекинется на процесс карты ну все теперь у нас есть функции для тренировки эпохи и для валидации тренировка эпохи но смотрите здесь у нас мы переводим в тренировочный режим бежим по нашему дата лоудеру в каждом она это просто такуда емко да это просто у нас будет полосочку водиться потому что человек не писал ван диби человек будет смотреть прямо в ноутбуке как у нас бежит обучения по всем бачам идем переносим на ван диби вот здесь таким образом да мы с вами вместо этого писали там как-то явно мы писали типа бач но как-нибудь там у нас скажем есть дата target равно бач моего расформировали потом писали дата равно дата тулу девайс можно вместо этого писать вот красивая достаточно форма до у человека вот так написано все их перенести на девайс форекс бач круто пойдет дальше закидываем эту модель считаем лосс все как стандартный этот лук я на нем сейчас особо не останавливаюсь до обратный проход обновляем шаги и обнуляем вот getmetrics да это вот это наша вся как называется обертка над и каруси и лоссом нас модели есть функция которая возвращает нам метрики вот она нам возвращает и и каруси и лосс ну точнее нет просто и каруси ну да но типа шаблон крутой можете взять использовать до этого семинара на первых местах если будет какая-нибудь более сложная метрика как раз дома она и будет более сложно вот ну вот все посчитали запомнили ничего интересного валидации делается то же самое переводим модель в режим вал не вижу здесь торч на уграды должно написано это торч но уград помните об этом это какая-то лажа честно говоря ну то есть у вас вот не ручающая за синтаксис но типа в это не напишет быть дольше просто работать а по факту ничего но это все кисус не будут ничего не сломалось но 99 процентов уверен вот еще на бутниках продается может в этот момент что-то но не суть мы-то хотим на метод оптимизации посмотреть да дойти бы до них вот нам предлагается 7 эпох или на кредит вот такой изначально ну вот и нас есть еще метод фит функция фита на у нас ведь он была тренировка эпохи а теперь у нас функция как мы во всех предыдущих домашек я вам обещал что будет функция это всего функция для тренировки эпохи для валидации потом в общей функции все записано вот здесь так и есть сколько у нас всего эпох берем значит ну это в общем итераторы кей на общем ключевое что что мы делаем тренировку эпохи одну раним одну эпоху сохраняем лоссы потом один раз валидируем всего вот здесь вот написано точно игра но можно вместо того чтобы здесь его писать написать вот здесь вот через декоратор вот так по сути разницы не будет вот здесь вот валидируемся все возвращаем результаты по сути у нас есть первое это тренировка одной эпохи и валидация и потом мы делаем общую функцию вот эта функция у вас может быть например функция там мэй или у вас то может вообще без функции да вот эту часть иногда не пишут функции напишут ее целиком но поскольку нам надо быть дальше переучивать много моделей с разными оптимайзерами мы здесь все оборачиваем функции чтобы много раз использовать давайте посмотрим 1 учим sgd на гпу берем нашу сетку нашим кодер переносим все это на гпу вот это не забывайте да вы переносите на гпу сетку и данные данные в тренировочном цикле сетку как только вы создали и вот здесь вы там напишите типа . вашу модель вот ну там раньше не говорил но я думаю в общем помните с просмотров и все обучаете помощи фит но боже что-то я не выполнял какую-то ячейку вот эту кажется давайте допустим ну и соответственно давайте я учу анон давать на них внимательно посмотрим здесь мы просто передали learning rate дальше мы передали learning rate давайте все запустим и посмотрим сравнение на графике по моему это не очень долго выполнялась ну вообще долго пока она выполняется сейчас посмотрим посмотрим на концовку семинара про оптимизацию второго порядка среди здесь немного хитрые вещи здесь нам предлагается нашу вот изначальную функцию приблизить с помощью центра порядка из подсчитать для него вторую производную если у нас там была первопроизводная что там было типа 3x квадрат мы от него взяли градиент еще раз получили 4x 6x и вообще использовать такую она не дадут запустить к сожалению я вам сейчас в ответах спойлер 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 вот нам здесь предлагается использовать непосредственно вот эту вторую производную для оптимизации функции и это очень хорошо работает то есть здесь вот есть так на момент ньютона можете почитать здесь в общем утверждает что мы можем не приближать функцию собственно использовать прям напрямую вторую производную и это работает намного лучше вот вот таким образом то есть мы вычитаем градиент деленный на второй градиент короче это работаем еще лучше если помните у нас было семь шагов самое лучшее что мы делали когда мы используем еще и метод оптимизации второго порядка есть мы почитали второй градиент нашей функции еще раз вели градиент можем это использовать это круто это точно работает всегда лучше ну или там он не буду говорить всегда это точно работает лучше или типа не хуже но вот здесь как бы вот вот нам предлагает посмотреть что если методы такие крутые и быстрые почему их никто никто не использует мы же сходимся быстрее на вообще learning rate не нужен да то есть как вы видите здесь вся фишка еще помимо того что мы быстро сошлись вот в этом в том что мы не используем просто используем непосредственно деление на 2 градиентную вторую производку есть логика что первопроизводная это типа направление вторая то насколько она резко и типа того и вы можете вместо того чтобы не крэйтом задавать насколько сильно нам шагать в сторону направления градиента вот здесь мы можем это явно сдавать второй производный очень круто ли он как не подбирать казалось бы решена вся проблема все как-то все мы инженеры не нужны все ресерчеры не нужны подбирать параметры не надо давайте использовать но тут да понятно что никто так делает по причине причине того что во первых это сложно считать и вот так это занимает очень много места то есть наш в случае не так страшно конс одномерная функция была на самом деле там будем считать грязи второго порядка у нас будет квадратичный он будет квадратичного размера у нас будет вот матрица на нет ну и в общем это очень много памяти это невозможно в общем то есть квадратная сложность именно вам нужна целиковая матрица то есть как мы прошлый раз например нужно было взять водограде до для приближения просто диагональ и мы схитрили тем что мы диагональ не считали целиком матрицу потом взяли диагональ мы сразу взяли диагональ а здесь такими образом получится посчитать целиком матрицу и сохранить в память а срань память у нас не получится потому что ну нам нужно для всех параметров такая штука и даже если у вас там даже если у вас 100000 параметров 100000 на 100 тысяч тоже слишком много что вам память вообще в любой а вам это надо еще делать часто то есть нам надо для каждого шага это делать в общем от слишком сложно так никто не делает но если у вас кайт супер простая функция так делать какие-то для всяких логистических регрессий может прошлом даже про это говорили есть всякие типа готовые инструменты которые вам используют оптимизацию 2 порядка чтобы оптимизировать непосредственно какую-нибудь известную функцию типа логрега вот этот вопрос зачем мы про это говорим если мы если мы не можем использовать ну и вот здесь утверждается что на самом деле вот то просто мы говорили сам начало типа же и ножи транспонированная это вот приближение матрицы 2 порядка гисяна то есть два раза 1 у вас градиент трое гисян и вот логика такая что вот это вот же ножи транспонирована это как раз приближение нашей матрицы здесь можете видеть логику того откуда взялись вот эти методы адаптивные которые вот балансируют между тем что мы можем делать на практике и ну из-за памяти всего такого и какой-то математикой и логика здесь такая что они вот приближают вот таким вот образом метод оптимизации 2 порядка которые будут хорошо но занимает много памяти мы их адаптируем мы их приближаем штук типа таких вот поэтому математика говорит что у нас методов 2 порядка должны работать намного лучше программирование говорит что хранить мы это все не можем давайте чем приблизим вот мы приближаем ну и вот нам говорят что в этом случае разница в том что мы берем диагональ потому что жили на же транспортном окрасе как я говорил да посчитать не можем а диагональ ее взять можем и оказывается это работает не так плохо давайте посмотрим что у нас тут набегала рмс проб уже бегает еще а дам впереди окей осталось 4 минуты сейчас подождем подождем чтобы посмотреть на картиночке пока она бегает давайте заглянем в домашку вашу а то уже мало времени осталось смотрите вот ваша домашка она пропала связанные сети да то есть достаточно много мы с вами говорили про свертки но вот было решено дать домашку вообще на табличных данных здесь вот используется вот здесь написано данные предсказать надо год выпуска песни по звуковым признакам и звуковые признаки записаны в табличке вот то есть у вас 500 тысяч примеров них 90 столбцов вот вы предсказываете год выпуска собственно все про данные да что еще вам рассказать но тут в общем будете читать вас дано разбиение 460 тысяч тренировочных остальные тестовые здесь вам предлагается обучить рич и склер на то есть классический метод взять и считать рмс е но это типы 0 баллов а дальше сдай нормальное где вам вот дана табличка что мол сколько нужно получить рмс е что выбить здесь у вас уже есть большая пачка полезных советов я мало рад что я из них что-то лучше скажу но скажу то что это первое это фиксировать все что вы делаете да то есть напишите в ндб напишите хороший пайплайн да то есть воскресенье получится первый раз что-то сделать как тут написано начать хороший пайплайн вот пишите большие красивые классы впихнуть то в ндб трек эти абсолютно все эксперименты и вносите по одному изменению вот здесь даже написано это давайте просто сам вашей части выделю во первых самое важное менять что-то одно да то есть если вы меняете сразу и learning rate и оптимайзер и модель вы не поймете что из этого улучшила результаты что ухудшил поэтому зафиксируйте все кроме чего-то на у меня что одно получится красивый эксперимент меняете две вещи вы потом не поймете что произошло что тут еще второе очень важное в этой домашке конкретно то что сделайте нормальные еда не забывайте про масштабирование подборки по параметру сыны про масштабирование да то есть вспомните какие классического мэля были методы для предобработки данных таргета данных всего на свете дальше здесь написано будет переобучение для этого понадобится dropout возможно быть дикей но поищите какие есть практики я вот не решал конкретную задачу на новое не знаю сколько там прям все плохо будет при обучении но смотреть не берите смогу сразу очень большие сетки да то есть возьмите поскольку отбытка при обучении возьмите среднего размера сетку не знаю там ну в несколько не знаю миллионов правильно допихните в нее всяких дропаутов что там пишите все на гпу пишите все в коллабе что еще пихать дропаут на тип дропаут 095 делать нет смысла дропаут наверное больше чем 05 то есть больше 50 процентов весов за нулять это на мой взгляд такая практика сомнительная в дике это помните да это типа l2 l1 с классическом регуляризации они в торча называются в дике вот попробуйте проэкспериментировать да напишите на дпу тут написано дальше логируйте все вот деби чтобы у вас как называется искать всякие баги и рисовать графики вот смотрите что дальше происходит сам антон ничего интересного все ничего интересного отобрать внимание здесь у вас в конце и задания в котором пишите отчет и какие средства используете эксперименты проводили не поленитесь делайте хорошую красивую типа естественную работу напишите какие вы провели эксперименты и что они сделают если напишите там я попробую стать побольше рынок рейт стало хуже я права поставить поменьше рынок рейт стало лучше то есть еще раз чем конечно у вас фиксируется ваша оценка вот этим конечно она фиксируется вот этим но чем больше вы напишите экспериментов тем будет видно что управляли больше работу это непосредственно повлияет на если мы увидим что вы там провели там не знаю 50 сложных экспериментов до пробовали крутить то это 3 10 но у вас чуть не выбилось там качество на какую-то там сотую единичку ну посмотрим вот еще если вы будете все эксперименты записывать это вам будет тоже плюсом то есть вы просто не запутаетесь и вы будете типа во время того как вы будете проходить типа экспериментировать вы будете все записывать и тогда у вас не потеряются данные вы будете помнить что больше рынок рейт он дал лучший результат меньше и так далее здесь видите написано что он уже хотя бы три эксперимента то есть вот еще могу вот вам показать свой отчет у меня есть один отчет нормальный из прямо в ндб во-первых прямо в ндб можно делать отчеты вот они такие красивые получаются вот вы построили график у вас сгибились картинки на домашка была про генерацию картинок можно их тут потрогать подергать вот у вас какой-нибудь график если прямо в ндб делаете этот отчет можно взять там я не знаю выделить какой-нибудь кусочек этого графика смотреть него подробнее не знаю нарисуйте побольше графиков ставьте это будет красиво это будет намного лучше удобнее читать чем если вы вот здесь вот напишите ткуда м то есть не требую но советую вот либо прямо в ндб ну кстати либо хотя бы скринами графики поставлять здесь то например чем можно сказать честно вот у вас конец метрика там вы ее считаете вот у вас разные раны вы показываете там этот бега лучше бега хуже пишите текстом про ваш эксперимент вот это наша домашка будет понятно а вот такой же вопрос получается какие есть вообще ограничения то и что например в этой домашке текущей нельзя делать а вот если бы есть проект здесь правом проект написано четко что нельзя делать сейчас где-то написано типа нельзя ансаблировать а вот здесь во первых национал торчей писать я думаю это понятно потому что торчем занимаемся во вторых нельзя делать ансамбли потому что ну ну в общем бустинг тоже надо делать да то есть это не про то несмотря на то что здесь табличные данные вот вам рекомендуем делать полно связи запрет на пай точку ваттинг получается есть здесь ну да да в первой домашке думаю да вот вам здесь предлагают написать функцию трейн поэтому это очень не похоже на то то чтобы кто-то разрешал свой пай торч лайк там написано что нельзя использовать те для которых пай торч зависимость в конце первого ограничения а вот да нельзя использовать библиотеки для которых сам пай торч использовать зависимость да да вы правы ну это не такая ну то есть это как раз вот 1 домашка где вот вам как раз самим придется датасет написать дата лоудер сайт модель написать трейна тест но это займет намного меньше времени чем типа выбивание вот этого скоро и всякие эксперименты еще хотел это пока все не ушли отметить что я вот скинул в telegram чеки хорошую табличку вот эту кто особенно много сетками не экспериментировал возьмите вот это да то есть здесь написано какое значение насколько сильно влияет просто если вы придете и начнете делать эксперимент ну не знаю там менять релу на ли кириллу это прикольно но это не первое что чем стоит заниматься вот там написано в каком порядке лучше с ними параметры экспериментировать вот еще хотел сказать потом ну в общем да напишите в ндб отчет нарисуйте красивые графики вам так будет много удобнее у вас там будут всякие графики загруженности гпу в ндб поймете где у вас бак не бак если повезет вот думаю да давайте посмотрим тогда на семинарские результаты всяких этих наших тимайзеров вот они но здесь секретов нету адам ромас проб да то есть методы которые используют сразу все навороты инерцию и подборки параметров под все наши как зовут вот все подборлены крейта под наши параметры работают лучше здесь секретов нет вот да наверное на этом все задерживаться не будем ну про домашки там очень длинный дедлайн ну то есть там чуть ли не через три недели но при этом train всю фигню кроме экспериментов типа можно писать за там и не знаю три часа там отладить еще вот но я не знаю честно говоря насколько большие здесь наверно не очень большие насколько быть долго учиться да то есть данных не очень много но достаточно из вас там 40000 строк и 90 см этих позиций то есть у вас наверное будут большие сетки короче всегда когда делаете лучше делать заранее то что у вас получится что у вас сетка обучается там всю ночь и ну типа вы заходить провести какой-нибудь эксперимент подбору я не знаю learning рейта или как-то оптимайзера адам или sgd и вам нужно будет типа 5 часов на одно обучение 5 часов на другое и получилась один эксперимент это 10 часов но соответственно делать последний день наверное будет не очень хорошей идеей вот но думаю все со времен получится подглядывайте в семинары по поводу кода вот ну вот наверное все показал вам свой отчет и и вот эту картинку а если мы хотим делать отчетного ндб то можем просто ссылку приложить или что там да да можно прям ссылку да можно ссылку на его можно выкачать в в pdf или влате в pdf нормально она не там не очень красиво получается но можно приложить ссылку да можно вот у меня тут есть эти перекраска волос как называется можно выкачать в pdf скинуть pdf тоже как уран но это такое от нельзя найти вы можете делать просто латех или где вы там любите писать word вообще пофиг просто так как эти с картинки с графиками из в ндб и будет все красиво удобно ну в общем это такое ладно думаю все понятно да еще типа наверное стоит сказать что мы дальше будем про типа домашка три недели но за эти три недели мы достаточно сильно вперед уйдем я думаю особенно на лекциях поэтому есть смысл сейчас поделать что у вас есть время потом будем про несколько более сложные вещи говорить и вы будете но в домашке написать полно связи не то есть это у вас будет диссонанс вот если вы это напишите вам будет легче потом на семинарах на лекциях еще раз вот насчет архитектур никаких ограничений нет в том смысле что мы можем при резнет какие-нибудь там использовать дэнснеты или есть ну прочитаю внимательно я это не не оформлял но мне кажется что если ты в одну строчку типа импортнешь готовую модель это не очень красиво будет если ты не готова имеется ввиду вот если свою с архитектуры такой базирует нет нормально конечно если вы там перепишите архитектуру просто не скопируете с чего-то кода с картинки перепишите то есть да вы загуглите там я не знаю дэнснет и вы посмотрите на картинку из нее перепишите ну это не очень актуально потому что у вас данные не картинки но идей если вы берете вот даже если вы смотрите на вот такую табличку или читаете статью и типа реализуете свою сетку просто не копируете кота типа пишите его вот с такой таблички это нормально ну здесь какая-то ведь выход вход вот свертка 7 на 73 каким таким табличка оформляет час сетки от нормально все тогда если больше нет вопросов можно расходиться спасибо пока давайте спасибо пока пока до следующей недели пока пока пока